Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И вновь мы пригласили в гости заслуженного артиста РСФСР, советского и российского певца, музыканта и композитора, одного из основателей вокально-инструментального ансамбля «Риэль». Я, кстати, был в том самом городе буквально после нашего интервью прошлого, где все начиналось, у которого у нас сложные отношения, я получил удовольствие. Спасибо. Я почему-то подумал, что там должен быть какой-то, если не памятник, то монумент, посвященный «Риэлю». Нет? Ну, вообще-то, есть даже проект памятника. Вот пока власти размышляют. Но это очень долгая история, как говорится. Причем очень оригинальный памятник. То есть... То есть с вами его как-то обсуждали? Это как бы летающий человек. Вот вроде... Ну, Ариэль – это, ну, естественно, как я в прошлый раз говорил. Мы имели в виду персонаж Романа Беляева «Ариэль». И вот юноша стремящийся к полету. И вот там такие безликие, такая интересная ситуация. Вот силуэт с руками, которые в виде, значит, крыльев. Но самое интересное вот в чем. Такой 3,5 или 4-метровый памятник, который должен быть на... На этих самых... На круглых... На круглом постаменте. Так. И на подшипниках. Он должен поворачиваться. Ух ты! Причем, самое интересное, они хотели сделать как бы куранты. Вот каждый час можно было... То есть как часы. Как часы. И мелодии из Ариэльевских песен. Ну, это прям монумент. Там-там-там, тишина. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. А чем хорош он поворачивается, он должен под ветром. Он постоянно шевелиться должен. Ну, вот это, конечно, очень гениальный, да, я считаю, вообще на эту тему. Но там как-то вот есть противники, которые еще... Ну, понятно, да. Недостаточно. Недостаточно сделали еще, я понял. Да, сделали. То есть работа еще кипит. Но я вот предлагаю сегодня, а мы в прошлый раз довольно подробно говорили о творчестве, как это все происходило. А сегодня, мне кажется, интересно будет поговорить о неком вот этом влиянии вообще музыки на человека, да? Там со времен Моцарта или Баха, когда... Трудно было себе представить, что появится такая музыка, как сегодня. И сегодня нам кажется, что музыка куда-то уходит в мир искусственного интеллекта, когда, казалось бы, уже и человек не всегда нужен для этого. Да, уже и давно некоторые-то и не поют, нам так просто кажется. Но и начать бы я начал вот с чего. Почему я про памятник говорю? Я сейчас много езжу по стране, и, например, в Екатеринбурге я неожиданно обнаружил памятник Майклу Джексону. Я попытался выяснить, может быть, какое-то отношение имеет Майкл. Нет, вот просто поставили памятник, и все. И таких памятников много, если поискать в городах. Но ведь Джексон это тоже, как и Битлз, о чем мы, естественно, будем говорить, тоже такой элемент музыкальной культуры целой эпохи и целого такого направления, как и Modern Talking, чего уж там греха таить. Вот вы, как человек, который не просто похож на Леннона, а много о нем знает, для вас вот эти направления – это важный такой элемент? То есть в музыке уже когда-то были даны все эти векторы направления? Или оно как-то рождается, когда нужно, и не важно, кто становится очередным новым Ленноном или Майклом Джексоном? Ну, тут сразу оговорюсь, что я не постепенно любил Битлз, а вот как-то сенсационно быстро. Влился в ряды, да. Просто влился, да. Начну с того, что когда я говорил в прошлый раз, что я с четырех лет играю, и отец мне поставил на коленки маленький баянчик, в смысле не баянчик, это хромкая такая гармошечка, я начал подбирать, ну, абсолютный слух там и так далее. В общем, отыграл очень много свадебок, ну, тем более мальчик, играющий на баяне на всех днях рождения и так далее. То есть народная музыка для меня уже была как бы в крови, когда потрясающий момент. Сейчас вот нет такого, прям хочется напомнить. Это даже, это практически в селе было. День рождения, все собрались вокруг стола. Вот сначала все очень скромненько ведут себя, ну, и потом, значит, вдруг прекрасный момент после второй или третьей рюмочки. Ну, как правило, кто-нибудь начинает голосить. Ой, мороз, ну, это мороз, ладно, там, по диким степям, калья, и там мощный хор как начинает отвечать. И хор такой, и весь стол поет. Сейчас такого не наблюдается. Вот это у меня мальчика вот молоденького прямо вот отпечаталось это все. И когда я начал изучать уже в музычилище фольклор, мы уже там однажды съездили даже в экспедицию, там, в село записывали какие-то интересные песенки, старушки нам пели. Все, я уже готовился к баянной, как говорится, деятельности. Деятельности, все уже, я уже знал, что там, вот, Чайкин, знаменитый композитор, ой, может быть, он что-то новое напишет, я тут тоже собираю. И вдруг во дворе пацаны включают какие-то грязные записи. Такой рук-н-ролльный какой-то. Непонятно что. Я говорю, кто такие? Говорит, Битлз. Да, ну, фу. И мне все время эти педагоги говорили, Валерочка, это все мусорная музыка. Даже не обращай внимания, у тебя другое большое будущее. У тебя уже дирижирование пятерки с плюсом. Ты уже должен руководить только на дорогах. Правильно, все нормально. И вдруг мне один мой коллега, Витя Колесников, потом выяснил, что он барабанщик первого состава Ариэля, баянист, ну, у него в руках палочки. Я говорю, ты что, что за палочки? Я говорю, а я барабанщиком теперь. Вот, а пойдем, пойдем я тебе поставлю интересный ансамбль. Ну, пойдем, ладно, пошел в коморку. И чистейшую запись включил. И пошла вот эта песня. Is there anybody going to listen to my story? Или кто это? Это Джон Леннон и Битлз. Не может быть. Это то, что гоняли пацаны во дворе? Нет, нет, ты что? И он начал мне ставить чистые записи. Вот с этого момента у меня произошел перелом вот здесь совершенно. То есть то, что я на баяне подбирал все эти песни, это, конечно, хорошо все. Но когда я услышал новое прочтение вообще, вокал, который не классический. А ты, я не знаю, Варим. Может быть, это сказывалось просто молодость, новые звуки, новые возможности. Скорее всего. Да. Мы влюбляемся порой в такие вещи, которые... И кажется, что на всю жизнь. Да, да, да. Что-то остается, а что-то уходит. А взрослые недоумевают. Да что ты в ней нашел, да что ты. А у вас на всю жизнь получилось. И все, вот с этого момента все. Ну, мало того, я когда слушал эстрадную музыку, я очень любил джаз Утесова. Вот у меня удивительно, да, были вот эти... Сочетания. Да, отца пластиночки с джазом Утесова, когда еще это... Любовь нечаянно нагрянет, это все вот эти пачки. И потом ему разрешали многое. Джаз-то был у нас такой полузапрещенный. Да, в том-то и дело. А ему разрешали. А ему разрешали, да. Ну, вот в то время это было модно. То есть он как музыкальное выпендривание такое. Да, да, да. В то время это было как бы слово стиляги. Сейчас и не говорят, а раньше стиляги. Это дудочки, это каша манная. Музык фу. И джаз Утесова. Вот это как бы считалось таким полузапретным плодом. Ну, вот смотрите, на сегодняшний день, да, классическая музыка, вот как существовала и существует. Да. И те, кто в нее погружены, но профессионально мы не обсуждаем, а скажем, вот просто поклонники, да, могут найти сегодня и более легкое прочтение, и более классическое и так далее. Но она существует, понятно. А вот если мы берем, ну, скажем так, популярную, эстрадную, как у нас слово эстрада, да, это все, что не классика было. Да, да, да. Вот. То есть несколько направлений. Это джазовое направление, оно остается, тоже как-то между классикой и где-то здесь. Потом идет так называемая популярная музыка, да, которая тут тоже там от уж откровенной попсы до более-менее такого полурокового звучания. Да, да. Рок-н-ролл и рок уже со всеми разными возможностями. Ну, мы не берем, конечно, самое главное, что у нас есть, это шансон. Без него тоже городской романс, и, кстати, который тоже, в общем-то, очень тесно связан с народной такой музыкой, оттуда многое тоже идет. Да, он идет тоже как-то от городского какого-то фольклора, не сельского. Сельский – это русские народные старинные, а городской фольклор он и пошел вот отсюда, вот такой. Вот это красивое название – городской романс. Да, романс такой, о серьезной жизни там, серьезных каких-то… То есть, фактически, вот вся наша музыкальная жизнь поделена на вот эту вот историю. И, судя по всему, пока больше, ну, да, есть, мы совсем забыли еще рэп, которому музыкант… Ну, это уже этот… Да, и разная там клубная музыка, которая кажется, что по кругу к такому ходу, но это тоже явление. Все-таки, вот музыка, как вы считаете, насколько она влияет на человека? То есть, вот Битлз, да, навсегда или все-таки он когда-то закончится? А будет… и Майкл Джексон, например, навсегда или он тоже когда-то закончится? Вот говорят, что Бах навсегда, Моцарт навсегда. А Леннон? Леннон тоже, он уже начинается вот такие разговоры, что Леннон уже приравнивается к классическим Шестаковичам и так далее. Вот то, что вот называется классическим каким-то композитором. Я согласен, потому что Битлз – это всемирная эпидемия болезни, качественная болезнь всего мира. Вот как бы ни ругали, кто говорит, я не люблю Битлз, я люблю вот этот ансамбль. Ребята, да хоть что говорите, но больше, чем ни у кого не было вот этих таких хитов, хитовых мелодий, будем говорить, которые потом обрабатывались в симфонических оркестрах, в джазовых и так далее. Это просто, ну, наследие просто. Вот только они вспыхнули для этого дела. Вот. И самое интересное, что вот даже вот, вы сейчас сказали, рэп, ну, я тоже немножечко думаю, что это просто дань моде, как мы говорим. Вот. Я не вижу у нас какого-то, ну, что ли, дальнейшего продвижения этого стиля. Ну, он не наш, если честно говорить. У нас все время мы как бы обезьяничали. Помните, то есть, значит, твист начался. Был твист. Да. Ну, кстати, джаз был. Тоже что-то беззаряется. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот такой джаз. Потом танцы. Танцы потом пошел рок. До-до-до-до-до-до-до-до. Начали топать, топать, топать. Это все вот так вот возрастное, как говорится. То есть, получается, когда вся эта музыка не от нас. Да. Это, ну, можно сказать, определенные твои годы жизни, она заполняет. Ну, пять, я не знаю, может быть, десять лет, десятилетий. Но вот уже все говорят, уже даже музыковеды, даже те, которые не любят, допустим, рока, а любят только классику. Ну что, самые главные мелодии и самая главная музыка была изобретена в 60-х, 70-х. С 80-х вот уже пошла эпоха дискотечная. То есть, эпоха большого барабана, как мы говорим. Да, бум-бум-бум. Цук медленнее, чуть быстрее. Вот, да. И они наслаиваются. Битая-битая-битая. Все. А серьезная музыка, она все равно, она немножко рядышком идет. И поэтому вот к нашему сожалению, потому что я так мечтал, думаю, ну вот наша рок-опера прошла. Эмилиан Бугачев, дальше, дальше, мы, может быть, что-нибудь такое... То есть, можем, получается, да. Ну, вот как бы это вспыхнуло. Эмерсон мой любимый, Эмерсон Лейк Пармер, группа ЕС, от которой я просто фанател. Вот как они строят потрясающие вот эти аккорды. Да, потрясающие. Но как-то вдруг она раз, и она не стала хуже. Просто появилось что-то новое. А новое – это изобретение звуков. Потому что человеческое ухо обязательно ищет чего-то нового. То есть, музыка – это изобретение звуков. Да. Давайте здесь тогда сделаем небольшую паузу. Да. И начну я тогда с такого важного вопроса, который мы стесняемся иногда задавать глобально. Но он, мне кажется, очень важный. Напомню, что у нас в гостях Валерий Ярушин, который сегодня у нас такой слекционный. Да, как преподаватель нам помогает разобраться. Да, это просто мои мысли. Да. Ну и как вы понимаете, у нас не зря здесь гитара со шляпой. Это специальные инструменты, которые обязательно, в кавычках, выстрелят сегодня в финале программы. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин, советский российский певец, музыкант и композитор, один из основателей ВИА Ариэль. ВИА, напомню, для тех, кто, может быть, кто-то не знает, вокальный инструментальный ансамбль. И вот этот вопрос, о котором я говорил, исходя из первой части. Получается, да, всегда возникал вопрос. Ну, я же тоже слушал всё. Чем иностраннее, тем лучше, тем клёвее. Фирму, да, в ресторанах тоже фирму пили. А фирму можешь – могу. Славянская музыка. Почему там она не популярна? За исключением народной, ну и классической, конечно. Ну, славянская, если честно сказать, она никогда не умрёт, как говорится. Она ушла, ну, как говорится, специфическое звучание фольклора. А фольклор, как мне сказали, кстати, в Англии, когда мы обсуждали, вы знаете, у нас единственное, разрешено петь на языке той страны, которую они представляют, допустим, ансамбли, вот, потому что это фольклор. Фольклором разрешалось петь хоть на африканском любом каком-то диалекте, лишь бы это был фольклор. Вот. А всё остальное они берут только на английском. И вот буквально вот недельку назад я решил выполнить волю, ну, как бы, не волю, даже, скорее всего, просьбу моих ливерпульских друзей, с которыми мы общались. Ну, я уже, повторюсь, восемь раз был в Ливерпуле вместе с дочкой, вот, в течение нескольких лет, с 2004 по 2017, ну, у нас там появились новые друзья и так далее. И они, услышали мою песню «Ты не плачь, моя гитара», и они попросили, сделай, пожалуйста, англоязычный вариант. И мне дочка сделала англоязычный вариант на эту. Всё, эта аранжировка осталась, всё. Ну, они были в полном восторге, потому что вот, когда понятно, о чём поют. Хотя там великолепный гитарист Алексей Страйк, потрясающий Алексей Баев барабаны, там разливают такой кайф, как говорится, в это всё. Но когда это им понятно, более ещё там на английском, они ещё больше восхищаются. Если вот брать вашу творческую биографию, то, наверное, вот у вас и есть это сочетание народного, то есть то, что вы отыграли, ещё будете совсем маленьким. Да, да, да. Потом любимого рок-н-ролльного, где сами, да, познавали. А когда сам хочешь, то лезешь в самую глубину этого процесса. А потом вы всё это ещё смогли как-то сочетать, и ещё целый коллектив, и, в общем-то, выработали абсолютно свой такой неповторимый жанр. Хотя в этом жанре, мы в прошлый раз тоже говорили, пытались работать разные коллективы, и в Эстонии, и в других республиках. Но у каждого было своё как бы лицо. Лицо, да, да, да. Вот возвращаясь к теме звёзд, сейчас плавный переход от музыки, сегодня огромное количество музыкантов. Ну, прямо вот море. Да. Ты даже не успеваешь. Они даже уже не называются, как раньше, должно быть имя и фамилия. Ну, в крайнем случае псевдоним, потому что фамилии не вышло, как думает какой-то там исполнитель. Сейчас уже словосочетания и цифры, знаете, как пароль бывает, да, вместо фамилии. Некоторые умудряются выступать, что удобно, в нескольких амплуа. То есть, как, например, попсовый исполнитель, потом как рок-н-рольный, потом как, ну, то есть в трёх разных можно зарабатывать среды. Да, да. Огромное количество музыкантов. Но есть такое ощущение, может быть, я не прав, может быть, я тоже уже перешёл зону такой молодости музыкальной, но как-то звёзд стало меньше, профессионалов как стало меньше. Или я ошибаюсь? Да. Вот давайте ещё раньше начнём, допустим, с тех моментов, о чём я говорил, 60-е и 70-е, по мнению многих музыковедов. Вот всё было. Придумано. Придумано, всё было, вспыхнули рок-оперы, мюзиклы такие на эту тему, вспыхли там яркие звёздочки, потом раз, и как-то вот музыка стала очень ровной. Она... Было, 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 было. Было, было, вроде как-то всё. И вот не случайно, у меня дочь, как раз моей дочери сделали комплимент, она в Америке, а хиты 80-х даёт им новый импульс. Вот, потому что там столько потрясающих мелодий. Я сам просто, я даже у неё чем учусь в чём-то в этом отношении. И вот эта музыка, она вот стала, допустим, ну-ка я согласен, она стала уже теперь классикой, но новые, они подчинены сиюминутной какой-то популярности. Конъюнктуре, да. Надо быстро вспыхнуть, неважно чем, каким-то... Ну, у нас даже дома-то дошли уже, чтобы только обратили внимание. Ну, Шнуров я не буду даже обсуждать, я не буду даже эту тему затрагивать. Это, конечно, безобразие, но с моей точки зрения, я всё-таки считаю, всё-таки какие-то должны быть красные черты, которые нельзя перешагивать. Народу нравится. Ну, народу нравится, народу, ну так пожалуйста, можно и голую задницу показать, и все хохотать будут, ой, какая прелесть. Что, кстати, делают вот эти юмористы, которые, я их сравниваю с уральской пельменей, которые молодёжные, известный какой, я не буду им делать комплимент, у которых всё вокруг задницы, вот этот весь юмор, понимаете? То же самое и в музыке, потому что вот сиюминутное, мне надо выскочить, либо какой-нибудь начинают вот такой манеры пять, чтобы меня... Да, с трудом, с трудом, с трудом, с трудом. Ой, какая у неё современная манера, вот это здорово. Ну, вот это просто эпатаж, просто эпатаж сейчас. Никто не занимается, а мы же, мы же ценили соло-гитара, соло-барабаны, всё, это куда-то ушло, туда. Ну, сейчас вас кто-нибудь обвинит и скажет, ну, понятно, сейчас заберём всех, ну, зрелых музыкантов, они все будут рассказывать, ну, как отцы и дети. Вот мы... Ну, это да, ну, а вы-то... Это проще парня репа мне сказать, я старенький, я ни черта не понимаю, ну, верно согласен. С другой стороны, сейчас, если человек имеет музыкальное образование или даже не имеет, но у него есть желание, талант, при нынешних возможностях, то он может создать хороший, ну, назовём так, материал, потому что ему именно, если он хочет, такие люди, наверное, есть, но есть такое ощущение, что их как-то, ну, я не знаю, тут уже попахивает мировым этим правительством, что их как-то то ли не пускают, то ли они тонут в этих вот лжеисполнителях, есть такое? Есть, есть, я думаю, это какая-то вот магия какая-то, непонятная совершенно. Вроде хорошие музыканты, прекрасные, есть такой Леонид Воробьёв и компания, вот они сейчас уехали, если бы они жили у нас, в России, я бы сказал, что лучше этого состава нет, там всё вместе, симфорок, такой джаз, симфо, джаз-рок и так далее, рок. Но всё опять это, это всё вот туда-куда-то, для особо избранных. Пусть они соберут не стадион, а, допустим, зал, но они будут выпрыгивать аж из штанов, просто как это здорово, всё это прекрасно. А у нас, смотрите, что творится. Допустим, тот рэп, который, я не считаю, что это бездарно, нет. Я даже скажу с точки зрения музыканта, это всё равно труд. Попробуйте завоевать сердца стольки такого количества, всё-таки, почитателей, это внушает уважение. Другое дело, это будет иметь потом продолжение или нет, это другое. Но вот если это родился какой-то стиль, и он собирает, он имеет право на это жить, жизнь на это, на это. Вот, поэтому сейчас трудно сказать, что будет дальше, но в основном я говорю, что пока, пока всё это покупается даже в рейтингах. Вот это самое страшное, понимаете? Раньше хоть какую-то справедливость какая-то была. А вот все любили, Бунем, все любили. Вот таких вот до таких, особенно... А ну уж, я молчу про Абудок, там вообще просто от 5 лет до 95. Они нашли такую золотую серединочку между стариками и молодёжью. Мне кажется, что Абуда, она где-то вот рядом с Битл. А вот сейчас не рождаются, да, вот такие, чтобы очень высокие. Жаль, что нам надо сейчас завершать наш разговор, но перед тем, как завершить, а музыкант, я так понимаю, шляпу должен, да, на себя водрузить. Это элемент талисман какой-то обязательно? Ну, в общем-то, да, потому что у меня это часть имиджа, потому что, хоть я и русский человек, но рок-н-ролл плюс русские народные песни, вот это соединение, два вроде несоединимых стиля, но они всё равно дали стиль Риэля, поэтому мне... Ну и инструмент, и что мы будем исполнять в финале нашей программы? Я даже больше вам скажу, эта песня мне даже дорога чем? Тем, что я однажды, вот буквально месяц назад, где-то мне прислали видео, я её обнаружил. Эту песню поют десантники в форме, песню, которую я написал 50 лет тому назад. Можете себе представить? Эта песня «Обращение к России». Но маленькая деталь, она очень важная. В первом варианте, у кого есть мои записи, наверняка помнит уже. «Сколько песен о тебе, Россия, спета, на тебя с любовью смотрит вся планета». И вы знаете, я всё-таки это слово заменил. Сейчас нельзя сказать, что вся планета влюбилась. Я заменю на надежду. Вот согласитесь, я дал. Тогда поступим следующим образом. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был Валерий Иванович Ярушин, заслуженный артист РСФСР, советско-российский певец, музыкант и композитор, один из основателей Ви Ариэль. Я покинул вас, а вы остаётесь один на один с нашими замечательными телезрителями. И слушаем вашу песню. Прошу. «Обращение к России». «Сколько песен о тебе, Россия, спета, на тебя с надеждой смотрит вся планета. Ты чистушками расскажешь, ты берёзками покажешь красоту свою, что вечно бережёшь. Ты чистушками расскажешь, ты берёзками покажешь красоту свою, что вечно бережёшь. Над бескрайними полями журавли кричат, а под белыми снегами всё бойцы молчат. Шли солдаты в бой суровый За согретую под кровом За твою, Россия, гость Родной земли. Шли солдаты в бой суровый За согретую под кровом За твою, Россия, гость Родной земли. Если буду далеко в чужой сторонке Тасковать я стану по родной девчонке Что в России любит очень, ждет и верит в счастье хочет Ну а ты меня вернуть не позабудешь Что в России любит очень, ждет и верит в счастье хочет Ну а ты меня вернуть не позабудешь Все тогда лишь сыновьям своим ты счастье И горды мы той судьбой твоей мы власти Ты Россия дорогая, бессоветная, простая Нет на свете не найдешь такого края Ты Россия дорогая, бессоветная, простая Нет на свете не найдешь такого края Да, 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 да Да, 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 да Да, 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 да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА